Говорим сейчас о глобальной индустрии, что же важно для вас, дорогие бизнес-партнеры, потому что помимо того, что вы работаете в связке с Арифлейм Россия, как с вашим бизнес-партнером, вы еще работаете в том, что я называю по старинке, отраслью народного хозяйства. Все мы работали и работаем в какой-то отрасли народного хозяйства, мирового. Это сейчас называется глобальная экономика, раньше называлась в руках хозяйства. И в глобальной экономике есть очень много отраслей. И мы с вами принадлежим, или мы решили с вами работать в одной из таких отраслей. Когда вам говорят, что вот, это будет несерьезный бизнес и так далее, вы должны понимать, что это очень серьезный бизнес с огромным количеством вовлеченных в его утеистов, с огромными оборотами. Я думаю, вы каждый раз видели от сотрудников компании уже эти презентации, не буду повторяться. Тем не менее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, друзья, это то, что мы в нашей индустрии, в индустрии прямых продаж, в глобальной индустрии, очень прилично развиваемся от года к году. Это тоже важно, да, что индустрия не стагнирует, мы не буксуем, мы не падаем, а мы в себе стабильненько растем от года к году. Причем, заметьте, там, за исключением, может быть, 12-го года, когда был кризис, мы потихонечку поднимаемся, себе и поднимаемся. Это глобальные продажи, это количество людей, которые, миллионов людей, заметьте, которые, как бы, вовлечены в глобальную индустрию прямых продаж. Посмотрите, сколько человек работает, вот здесь сотня, да, то есть чуть больше сотни миллионов человек работает сейчас в прямых продажах во всем мире, и прямые продажи очень активно растут. Что еще радует, друзья? Радует то, что Алифлейм, как игрок в индустрию прямых продаж, занимается правильными категориями. Потому что прямые продажи, это не только косметика и велосипеда, это и игрушки, и книжки, и конселярские товары, и финансовые услуги, и одежда, и так далее, и так далее. А вот обратите внимание, что вот этот сегмент, да, это косметика и личный уход, а вот этот сегмент, это велосипеда, а вот это все остальное, так? И вот обратите внимание, что мы с вами вместе, да, вот занимаем вот эти сегменты во всей индустрии прямых продаж. То есть мы реально находимся по выбору наших Алифлейм, мы компания чего? Компания косметики и велосипеда, да? Мы выбрали эти категории, мы в них развиваемся, мы в них эксперты, мы в них будем продолжать развиваться. Это самые перспективные с точки зрения развития на будущее категории. То есть и в этот смысл с вами хорошо попали. Особое внимание я хотел бы обратить на этот слайд. Здесь показано то, как развиваются разные категории дистрибьюции товаров. Голубым цветом показана розничная торговля, серым – это прямые продажи, вот таким нелепно-голубым – это интернет и другие категории. И что мы видим, друзья? Мы видим, что через годы, начиная с 2010 по 2015 год, прямые продажи остаются очень стабильными, в то время, как интернет отъедает от розничной торговли довольно ощутимый процент со временем. И действительно, сейчас мы видим, что это пока что не такие большие проценты, но со временем эта тенденция будет, конечно же, усугубляться. Я два дня назад прилетел к Замерике. Неделю провел там, в Калифорнии, на обучение. И, конечно, практически все мировые тенденции, которые там приходят с какой-то задержкой, они все практически начинаются там. Там находится знаменитая Кремниевая долина, силиконовая долина, где большинство крупных мировых инноваций, собственно, и начались. Такие вещи, как Google, Facebook, Airbnb, Uber и так далее – все это оттуда. И там, как нигде, заметны все эти тенденции. И поразительно, что магазины, крупные сети очень активно закрываются. Просто офигеть. Я был там лет 15 назад, потом где-то 30 назад, и года два назад. И прямо видишь, как на глазах активно закрываются крепкие, очень известные такие сети, которых раньше бы никогда не подумал, что, я не знаю, Homebase там какой-нибудь и так далее, могут, в принципе, когда-либо исчезнуть. А они не исчезли. Они закрывают свои физические магазины, и все уходят в интернет. То есть магазины остаются как шоурумы. Люди пришли, посмотрели, пощупали, и заказали все это дело в интернете. То есть мы видим, что в интернет, конечно, переходит часть розничной торговли, что очень радует, друзья, что наша с вами тема прямые продажи остаются стабильными. То есть вообще их ничего не берет, да? В этом смысле. Прямые продажи остаются стабильными. Это очень-очень важно, друзья. Значит, у нас есть то, что делает нас уместными, или как сейчас модно говорить, релевантными для экономики будущего. Что такое экономика будущего? Кто-то знает, говоришь, вы же будете в будущем, правильно? Что такое экономика будущего? Я вам немножко это порассказываю. Вы меня учили, сейчас я вам немножко расскажу. В экономике, смотрите, в Америке и в Западной Европе уже где-то 40% 40% рабочей силы, людей, которые работают, работают, они так называемые фрилансеры. То есть у них нет рабочего места. Они не ходят на работу, не ходят в офис. Они свободные художники, у которых есть набор необходимых знаний и навыков, и которые они продают работодателям на временной основе. То есть вот есть себе там какой-нибудь, так сказать, Васер, но скорее Джон, который что-то умеет, он там либо инженер, либо дизайнер, либо бухгалтер, и у него нет рабочего места. Он не ходит, как раньше было приятно на работу, каждый день там с 9 до 5, до 6, и делает эту работу. Он подписывается на проект к какой-то организации, организация подает задачу, он ее выполняет, и потом, так сказать, либо уходит в отпуск, либо работает уже на другом проекте, либо ведет несколько проектов одновременно, и так далее, и так далее. Это люди, которые полностью распоряжаются своим временем. Заметьте, их становится все больше, и больше, и больше. Это первая тенденция. То есть люди не хотят привязываться к одному месту, к одному месту работы. И видится, здесь все больше и больше это заметно уже не в моем даже поколении, потому что мы немножко в наших походах используем самую парадигму, выходим на работу. А вот новое поколение, ваше поколение, молодежь, ведет себя именно так. Я думаю, вы понимаете, что это такое. Вам не очень хочется ходить на работу, для изначальных и так далее. Еще очень важная вещь, друзья, то, как будет выглядеть экономика будущего, это то, что люди будут совершенно свободно пользоваться техническими инновациями для того, чтобы получать дополнительный заработок. Это очень важно, Современные техничные инновации, то есть возможность со своим смартфоном и с мобильным приложением иметь доступ к очень большому количеству информации и быть связанным друг с другом через сеть, дает небывалые до этого возможности зарабатывать дополнительные деньги. В таком случае всегда цитируют о компании Убер. Я не знаю, вы слышали или не слышали про компанию Убер, которая предоставляет транспортные услуги. У нас это, по-моему, GetTaxi есть такая штука, да? Или Яндекс.Такси, да? Все есть. Все есть. Да, это компания, которая копирует бизнес-модель вот компании Убер, которая родилась в Северной Калифорне. В чем фишка? Убер. Я знаю, я знаю, что он есть, я им пользуюсь про фишку. Молодец, приехали. Да? Молодец. Я пользуюсь им каждый день, просто я уже заметил, что, когда я говорю Убер, мне все об этом знают. Скорее все знают о Яндекс.Такси. Это наш такой, ну, наморощенный Убер, можно сказать. Я просто расскажу, в чем фишка. Фишка в чем? Что вместо того, чтобы работать, например, в такси, вот есть таксопарк. Раньше было таксопарк. Мужик приходил, ездил на автомобиле, который ему не принадлежит, и каждый месяц получал зарплату. Вот так работало раньше. Сейчас это работает так. Есть мужик, который работает себе где-то, может быть, там, он либо инженер, либо студент, да, либо консультант Арифлей, он себе поработал 3-4 часа на одной работе, да, может быть, еще несколько часов на другой работе, и у него остается 3-4 часа в день, у него есть автомобиль, да, и у него есть мобильный телефон с приложением, все, все, что ему нужно. Он связывается с компанией Uber или Яндекс такси, у которого есть программное обеспечение, которое дает ему клиентов. Вот он себе едет по городу Москве, у него на панели его смартфон, ему пришел заказ, он нажал на кнопочку, принял этот заказ, в это время клиент, такой, как я, стоит где-то у обочины и видит, что вам подъезжает водитель Вася, будет через 5 минут. Вот он подъехал, я сел в машину, он меня подвез домой, я закрыл дверь, с моей кредитной карточки списали 500 рублей. Все. Вася заработал, по-моему, половину из этих 500 рублей. По дороге, по дороге с работы домой. Вот так сейчас работает новая картина. Ни начальника, ни таксопака, ни правкома, извините, кто помнит, ничего этого нет. Есть полная свобода человека, который распоряжается своим временем так, как ему хочется, и зарабатывает дополнительные деньги. Точно так же есть такая организация, как Airbnb. Не знаю, слышали вы или нет. Это организация, которая полностью... А, и еще, извините, возвращаясь к транспортным услугам, вы можете себе представить, что, в принципе, таксопарки потихонечку ушли на нет. Потому что появились именно новые способы, новая экономика, новые способы работы. Точно так же банки в будущем. Банки сейчас все прямо трясутся от страха. Потому что в будущем благодаря приложениям таким вот, как Яндекс. Такси, Uber и так далее, переводить деньги, одалживать деньги. Люди смогут друг друг. Не надо будет стоять в очереди в банке, чтобы получить суд. Или перевести деньги, например, из Москвы в Бешкет. Миллион людей так делают. Не надо будет. Будет мобильное приложение и сосед может оказывать такие услуги. Например, в некоторых странах это уже очень активно развивается. Люди активны, вместо того, чтобы жить в отелях, если они путешествуют туда, они живут в квартирах людей, которые этим зарабатывают. Вот у меня есть квартира, я куда-то уезжаю на месяц. Она освобождается. И с помощью мобильных приложений можно эту квартиру сдать тем, кому она нужна на этот месяц. И это становится повсеместно, повсеместно, повсеместно. То есть люди с помощью современных технологий входят в экономику, которая до того была совершенно непонятна, неизвестна и так далее. И самое главное, самое приятное, что можно сейчас сказать, друзья, это то, что у нас есть очень хорошее место, крепкие позиции в этой новой экономике. Мы по сути с нашей бизнес-моделью сначала дополнительного заработка, а потом полного заработка, карьера и так далее, мы так работаем уже довольно долго. Вы согласны мне? Да? Это очень важно. то, что мы предлагаем уже много лет работать независимым консультантом по красоте, дистрибьютором косметической продукции и велнеса, это может быть частичная занятость, полная занятость, карьера и так далее, это именно то полностью идет синхронно с теми тенденциями, которые сейчас испытывает мировая экономика. Мы активно занимаемся тем, чтобы технологизировать наше предложение рынку, чтобы у нас все было так же круто, как и в этих компаниях калифорнийских, чтобы все было по нажатию одной кнопочки на мобильном приложении. Сейчас это не так. Но мне очень хочется, чтобы вы эту тему поняли, что экономика движется в совершенно интересных, неизведанных до того направлениях, которые меняют структуры целых индустрий. неизведанных Продолжение следует...